Короче, всем привет! Я выбрал себя на природу и от того, что у меня... Ух, блядь, смотрите, Сакура. Охуеть, вот это подобрал фон. Сейчас вы услышите мой голос без микрофона, надеюсь, более-менее нормально, потому что, блядь, мой оператор, мой друг, он где-то проебался, я даже не знаю, где он. И, короче говоря, у меня закончились идеи для видео, и сегодня я расскажу вам 5 плюсов и 5 минусов быть в Польше, ехать в Польшу и вообще здесь жить. Говорю сразу спойлер, эти 5 минусов намного превосходят 5 плюсов. Ну, начиная мы, давайте, с 5 плюсов, и, конечно же, первый плюс, который всем известен, это большая зарплата. Да, то есть даже все на лето, на заработки есть вот такая вот тема, все едут сюда, потому что здесь буквально зарплата, средняя зарплата, это 4 тысячи злотых, это дохуя, это дохуя, это 35 тысяч гривен, а в Украине таких зарплат нет. Тут второе, второе, это легко найти жилье, то есть здесь миллионы хостелов, в каждом городе есть хостел, помогают, типа, людям найти, где жить, и с этим нету проблем. Третье, это учеба, учеба тоже здесь охуенная, здесь есть академии, полицеалки и подобная тема, которые даже дают прибавку к твоей зарплате, то есть если ты какой-то школьник здесь учишься, то ты можешь еще получать охуевшую просто зарплату на работе. Вот вы представьте, блядь, вот за, наверное, все 18 лет ко мне подходили знакомиться только раз в 5, и сейчас ко мне подошли, блядь, во время того, как я записываю видео, подошли полячки, сука, полячки, я еще польский даже не понимаю, я говорю сразу, вас общепрашиваем, я не разумен, блядь, по-польски нахуй, и все. Четвертое, большой плюс, здесь цены соответствуют очень хорошо зарплатам, то есть здесь получается, если ты получаешь большую зарплату, у тебя очень много, ну, остается вообще на продукты, ты можешь получать зарплату 4500 злотых, 700 злотых тратить себе на жилье, 500 злотых тратить максимум на хавку, месяц, и еще все остальное просто на свои карманные расходы, это вообще пиздата, это самый, наверное, большой плюс. Пятое, это, наверное, здесь спокойно, здесь хорошо, ну, и все, наверное, вот все 5 плюсов, которые я заметил, да, и, блядь, на этом все. И теперь, мое любимое, начинаем с 5 минусов. Первое, здесь очень тупые и плохие люди, да, они нарванные, поляки тупые еще, нарванные еще раз говорю, потому что у них просто нету мозгов, я не понимаю, откуда, они борзые, они пиздец борзые, то есть, типа, просто может, типа, вот так вот идти, пиздану тебя плечком, и он даже не понимает, что в Украине за такую хуйню, ты сразу можешь уже лежать, блядь, не знаю, в мусорнике, или же просто сделать сальто, блядь, и 2 раза подряд, нахуй. Второй минус, самый большой минус, который знают все, это то, что Польша для поляков, то есть, здесь не важно даже то, что ты тут украинец, и вас здесь слишком много, нет, здесь похуй, поляки просто не любят всех, они любят только свой народ, только поляков, то есть, получается, Польша для поляков, да, если вы приехали из какой-то другой страны, или же так далее, вам просто будут не очень рады. Третье, всеми известная хуйня, это карта побыта, блядь, карта побыта, которая может делаться 3 года, кто не знает, что такое карта побыта, это, короче, такой документ, который вообще вам позволяет здесь находиться легально, то есть, вы можете просто здесь находиться легально, а если у вас нету карты побыта, вам или же депортации, или же вы должны просто ебашить на работе, короче говоря, карту побыта должны иметь все, если у тебя нету карты побыта, ты здесь просто не можешь легально находиться, вот так вот. Четвертый минус, здесь все роботы, здесь вот это прикол в том, что работа классная, большая зарплата, но здесь все роботы, то есть, здесь просто все ебашут, как ебанутые, по 12 часов каждый день, блядь, 3 смены по 12, просто как вот эти китайцы ебашут, они вот так же работают, это вообще ебанутся, это реально уже тут роботы, 7-8 вечера уже улицы пустые, потому что поляки лягают в 9 спать и встают в 5 утра, у нас, например, в Украине просто все встают, например, 7-8 часов начинают работать, и 8 часов отрабатывают и идут домой, и все четненько, и человек живой, это, блядь, человек. Ну и пятое, последнее, конечно, база, это то, что это не дома, здесь нет вот этой домашней атмосферы, здесь не то, чтобы неуютно, но здесь нету того, что у нас, например, в СНГ, нету таких двориков, нету таких детей. Короче говоря, с какой бы вы ни были страны, если вы приехали в Польшу, то вы здесь не будете чувствовать себя как дома, вы не сможете привыкнуть, я за год не смог привыкнуть до такой степени, что нахуй скоро еду домой. Ну это все, друзья, короче, подписывайтесь на канал, если вы захотели ехать в Польшу, подумайте несколько миллионов раз, блядь, чем делать такой выбор, и рекомендую вам просто остаться дома, искать заработок там, и вообще дома есть дома. Ну это все, друзья, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, всем удачи и байбас. Продолжение следует...